не почувствует запаха рая запаха рая 500 тысяч лет он чувствуется не почувствует даже запаха не то что не войду высокомерные, высокомерные, горделивые не почувствуют даже запаха рая если мы по его отцу и по его маме тогда он сказал ты тот человек, которому стал джагилия представляешь, расплакался это не Абубакр прошел в какой-то важной миссии это не Абубакр пришел с каким-то серьезным вопросом он сразу заед приходил, побежал на рынок и он когда продавал, пророк саллаху начал с ним шутить, кто купит раба чтобы каждый мусульманин отдавал себе отчет в каком положении находится его сердце в данный момент то есть заполняется оно любовью к дуне, гордыне заполняется или оно заполняется любовью к своему брату и давая себе отчет, постоянно очищая свои сердца мы сможем укреплять наше братство а значит фундамент мусульманского общества такая тема, она очень актуальна она очень такая широкомасштабная но если вкратце, если взять то что Аллах Субхану Ва Таилан нас всех назвал братьями Аллах Субхану Ва Таилан говорит поистине верующие они братья то есть назвал нас братьями поэтому Аллах Субхану Ва Таилан также пророк Мухаммад Субхану Ва Таилан сказал ни один из вас полностью не уверует пока не полюбит для своего брата то же самое, что любит для себя поэтому это значение и слово брат оно очень великое поэтому даже если такое понимание твой брат, которого не раздела твоя мама и пошел посланник Аллах Субхану Ва Таилан даже если взять из сира когда я переселился из Медина первое, что я сделал первое, что построил мечеть и сделал братство между мухаджирами и ансарами и поэтому оно как бы посмотреть если братья, если ну можем мы это всю ночь мы можем об этом говорить но то есть у братца есть именно на своего брата и также то, что возложен брат есть обязанности перед братьями так же, как обязанности у человека например, перед своей семьей, перед своей супругой перед своими детьми обязанности перед своими родителями так же у брата перед братом есть обязательства и права брата у братьев между собой поэтому если посмотреть из сира много что можно оттуда взять полезного как они были ну конечно на сегодняшний день вот если посмотреть в реале то есть это очень то есть мы очень красиво очень красиво на сегодняшний день все говорим языками своими ахей брат что-то когда сказал ты брат или сестра сказал ух ты сестра в этот момент мы должны понимать то, что если мы сказали это слово то это не просто так и можно брата обмануть можно брата взять долг, не вернуть можно за спиной его братом что-то обсудить нет это есть который ты должен обязан перед своим братьям то есть это мы должны перед тем Когда сказать о словах не просто должно быть, это просто так и просто калемят не просто слова, а именно это должно быть на делах подтверждено, что такое братство. Хазрат, дорогой Хазрат, можно ли я приведу несколько аналогий? Да, конечно. Чтобы братья поняли, о чем вообще идет речь. Почему? Потому что мы много об этом говорим, но у братьев, у многих, в том числе и у меня тоже самое было, в одно ухо входило, в другое выходило. Пока со мной не сели, не пообщались знающие люди и не расставили все по полочкам. Во-первых, насколько я понимаю, зарождение полноценного исламского мусульманского общества невозможно. Формирование полноценного мусульманского общества невозможно, пока мы не осознаем, что такое настоящее мусульманское братство. Пророк Мухаммад, мир ему благословение, начал формирование мусульманского общества в Медине с чего? С закладки мечети и с братания, как вы говорите, дорогой Хазрат. Ни с чего-то другого, ни с формирования каких-то там институтов, там государственных, политических. То есть пророк Мухаммад, мир ему благословение, начал с чего? Его фундамент он положил именно братании. Братании двух частей арабского народа. Субханаллах, он даже арабов, говорящих на одном языке, он сделал братьям. Они и так близки по происхождению, он их еще побратал друг с другом. Причем побратал не просто так, вы все друг другу братья. Он персонально одного побратал со вторым, одного со вторым. То есть он создал пары, чтобы ансары и мухаджиры сшились в единое общество. Он сшил их вплоть до обмена имуществом, вплоть до дележа имущества, когда ансары отдавали половину своего имущества мухаджирам. И это стало очень прочным фундаментом зарождения мусульманского общества. И вот здесь я хотел бы спросить, Хазрат, можете ли вы прям вот по пунктам перечислить, что лежало в основе формирования вот этого братства ансары и мухаджиров? То есть каковы были условия? Какие условия поставил перед ними пророк Амадмир? И какие они обязательства друг перед другом выполняют? Хотелось бы привести пример. Я думаю, этим было бы, наверное, намного, мы поняли бы из этого примера. Абдурахман бин Ауф был переселен в Мухаджир из Мекки. Саад бин Ауф из Медина. Саад бин Ауф сказал, я Абдурахман, я охи. Абдурахман, мой брат. Говорит, это все мои имущества, которые есть. Половина моего имущества я даю тебе. У меня есть два сада. Выбери сам, который тебе больше нравится. Один из садов тебе. И более того, я хочу, чтобы нас сейчас братья и сестры правильно поняли бы в этом. Это до того, как Аллах, субхану ва-та'але, приказал хиджаб и так далее. То есть смотрите, до чего доходит братство. То есть как он к брату готов был все отдать ради Аллаха, субхану ва-та'але. Говорит, у меня две жены. Говорит, я заодно разведусь, женись на какой из них хочешь. Тот же Медина. Абдурахман бин Ауф, лям якун тамма. То есть, вот смотрите, это одна страна. И мы должны другую сторону тоже затронуться. Со стороны Абдурахман бин Ауф, он не был такой, не хотел за счет брата нажиться. Не захотел. Бывает на сегодняшний день, да, там это, когда брату предлагаешь, там помогаешь, помогаешь, помогаешь. Там человеку, да, ради Аллаха, субхану ва-та'але, он наглеет бывает. Это другая страна уже. И он все... Очень-очень часто это бывает. Не работает, ничего. А мне брат поможет, и так далее. Там вроде здоровый мужчина, и так далее. И себя сделает, как Костафа, инвалидом, мискином. Вот, и обижается потом на весь мир. Вот, мне не помогают брать, и так далее. Субханаллах. У тебя есть руки, у тебя есть ноги. Иди, Аллаха, у тебя раз помогли, два помогли. Ну, иди, доработай, что ли. Смотри, Абдурахман бин Ауф. Он говорит, ему предлагали половину имущества. Предлагали один сад. Предлагали одну семью. Он что говорит? Покажи мне, где у вас рынок здесь находится в Медине. То есть, я у меня есть... Так, Аллаха, я рад за твое предложение. Ну, дай покажи, где у меня рынок. Он показал ему. Он начал заниматься торговлей. И Абдурахман бин Ауф стал один из богатейших сахабов пророка Мухаммада, саллаху алейху ассаляму. Своим усердием, своим трудом добился. Своим трудом. Даже были слышны, как заходили верблюдицы. Вот это вот караван. Субханаллах. Субханаллах. Дорогой Хазрат, как бы подхватывая вашу мысль, да, то есть мы говорим о том, что в основе зарождения мусульманского общества лежит братания, и невозможно появление полноценного мусульманского общества без такого братания. Но далее идем. Само это братание невозможно, если ты не готов отдать своему брату или пожелать своему брату самое лучшее, что у тебя есть. Допустим, у тебя, к примеру, есть заработок, у тебя есть доход, у тебя есть маль, имущество. И ты для своего нафса, для своей души, для своего тела желаешь комфорта, ты не сможешь обрести себе брата и истинную степень братства, пока своему же брату не предложишь то же самое. Пока ты не поделишься с ним. Ну, получается, это же конкретное, ну, конкретное условие, конкретный критерий братства. Если ты этого не сделал, значит, в твоем сердце не нашлось места для брата. Сегодня мы с вами на Травихе читали аят. Вы не станете, не то, что не станете, никогда не станете благочестивым до тех пор, пока не будете жертвовать из того, что вы любите. Субханаллах. Мы здесь обратили внимание, не из того, что вам не нужно, а не из того, что вы любите, что вам дорого, пока не будете жертвовать на пути Аллаха, не станете благочестивыми. То есть Аллах проверяет нас, первое, как мы любим своих братьев и сетер, второе, Аллах проверяет, как мы привязаны к этой дуне или нет, и можем ли пожертвовать дорогим ради Аллаха. У нас, если честно, посмотреть, в основном на сегодняшний день, как человек приносит, там, даже фонд, например, там, закат и так далее, но в основном мы что даем? А, брат, возьми, это ради Аллаха, там, вещь какую-то, брат, дурбрату, но он дает из чего, в основном, на сегодняшний день, я не говорю, я говорю, как в основе, дает то, что поносил, то, что ему не надо, то, что он выкидывает, собрался, вот, брать им бессмелья. В основном, как бы, это поношенные вещи, а кто из нас, вот, готов, там, самый свой дорогой костюм взять и отдать ради Аллаху, брату, кто готов, там, например, вот, как у нас один брат есть в мечети, Машалла, Аль-Хамдулла, такой, Машалла, вот, искренний брат, и можно именно, как бы, его, такой, вот, именно, вот, бывает, вот, вот этот брат, вот, с большой буквы, который, вот, один брат, вот, нашел, у него очень дорогие часы, у него сам, как бы, он сам, как бы, не привязан к этой дуне, но у него там много еще, там, разных вещей и так далее. Машалла, брат, какие красивые часы, вот, тебе нравится, говорю, снял, бисмиллях, они стоят 56 километров, и тот, еще, посмотрел, говорит, наверное, копия, говорит, то есть удивился, ты мне даришь, наверное, копию? Я копию не нашел, говорит, это какое, документы на следующий день привез, это какого, печатаешься. Он говорит, смаханаллах, говорит, это какого. Я говорю, брат, ты что, сам без часов ходит. У него еще, он говорит, я это раздарил, говорит, это, альхамдулля, говорит, я не привязываю сердце к Дуне. Я говорю, брат, это тебя может быть свое. Говорит, брат мой, он просил, мы ему понравились, говорит, я буду с этой мыслью ходить, брату понравился, а я к Дуне привязываю, что ли? Вот это вот, вот это. Здравствуй. Дорогой Хазад, я продолжаю вот эту тему. У русских наших соседей есть пословица очень хорошая, которая отражает как раз смысл того, о чем вы говорите. То есть, когда христиане делали отношения в церковь, жертвовали в церковь, и тоже кто-то отдавал старье, родилась пословица, на тебе, Боже, что нам не гоже. То есть, отдавать в пользу Господа и Его храма то, что нам не годится. Уже устарело или не того качества, или мы не любим это. Субханалла. Это же, это не, это является, ну, попыткой обмануть самого себя, обмануть Господа. Ну, Господь-то видит, что внутри наших сердец. Пока мы не будем жертвовать тем, что мы любим, мы не сможем подчинить свои сердца этой высокой миссии обретения братьев. Мы не сможем сцементироваться с сердцами братьев, и не сможем положить этот прочный фундамент, когда две молекулы, два сердца слились воедино, спаялись воедино тем, что начали делиться друг с другом тем, что мы любим, потому что мы этого брата полюбили больше, чем Дуни. Мы этого брата, несмотря на все его недостатки, несмотря на все его слабости, мы полюбили больше, чем блага этого Дуни. И вот в этот момент рождается эта химическая реакция, рождается это соединение, которое спаивает эти два сердца от слова «спаять» воедино, и эти два сердца ложатся в фундамент построения мусульманского общества. Если этого не произошло в большом количестве случаев, то никакого мусульманского общества не рождается. У нас просто иллюзия. И я сегодня, глядя на мусульманское сообщество, которое вокруг нас, к сожалению, я вижу печальную картину. Я вижу внешнюю ширму, ахи, брат, аль-хамду лилля, субханаллах, но на деле люди отворачиваются друг от друга. Люди из-за мелочей, из-за Дуни возжигают страсти собственные и зачастую идут на разрыв братских связей, еле-еле зарождающихся братских связей, просто они сжигаются в топке страстей. Кому-то что-то не понравилось, оскорбил брата, отвернулся в ответ на его просьбу. Только-только появляющиеся ростки братского тепла просто сгорают, просто сгорают в этой топке страстей. Более того, субханаллах, не то, что даже это как участок, очень болит сердце, когда видишь, когда брат другому брату одолжает что-то, и он его не отдает и пытается всячески себя защитить. Вот это еще больнее становится, когда вместе намаз читают, когда вместе на намазах плачут и так далее, чай пьют и фтар делают и так далее, и потом берет один друг друг и пропадает. Такой на сегодняшний день, как бы это, то есть, как говорили, говорили, сегодняшний день мы считаем свои дирхамы, мы считаем свои деньги, говорят, это такое. Говорит, ставим это выше своих братьев. Был у нас такое время, когда мы братьев ставили выше денег, поэтому постепенно как бы вот это меняется. И все таби'ины и так далее, они что-то оставляли в своих домах для своих братьев из той еды. Хасим Басри, когда приходили к нему гости, он говорил, у вас дома, говорит, есть, говорит, еда, есть у вас, говорит, мясо, есть другая еда, но однако я хочу вас угостить. Я прятал в своей семье то, что, говорит, у вас дома нету. Вытащил мед и начал резать его мед, уже засохший мед. Мне, говорит, я буду вас угощать этим. Поэтому мы сами, то есть мы должны, как бы, мы не должны, знаете, брать, мы должны в свое сердце, чтобы он не был на нас связан с любовью к этой дуне. То есть, когда мы жертвуем что-то ради Аллаха, тем самым, аль-хамдуля, мы освобождаем сердце от привязанности к этой, к любви, к этой роскоши, к этой дуне и так далее. Это не значит то, что мы не имеем права одеваться красиво, дорого, солидно и так далее. Нет. Но однако должно быть, не должно быть привязано на сердце к этому. У нас должно быть более к высшей, то есть мы более высоко должны смотреть. То есть легко должны, то есть легко должны мы это, суметь стараться, расстаться с какой-то вещью, разве, по отношению, то есть разве любви к своим братьям, к своим сестрам. Хорошо, Ван Шалахазрат. Вот на очень важную деталь хотел бы обратить внимание. Вот мы говорим, мы не должны любить эту дуне, больше, ну, служения Всевышнему Аллаху, больше своих братьев. Но наши сердца же меняются, человек же создан слабым, забывчивым, и сердца наши созданы такими, что они меняют своё состояние. И в какой-то момент человек, да, он продолжает носить красивую одежду, но уже начинает прикипать сердцем, он начинает любить это, и он уже начинает предпочитать эти блага этого мира больше, чем своих братьев. И вот этот момент каждому из нас нужно отслеживать. Как говорил пророк Мухаммад, мир ему благословение, рассчитывайте вас, рассчитывайте сами свои души до тех пор, пока вас не рассчитает тот, кто вас создал. То есть мы должны каждый день, каждый вечер садиться наедине с самими собой после ночного намаза или перед утренним намазом, или после утреннего намаза и рассчитывать свои души. То есть спрашивать себя, о Руслан, о Мухаммад, о Ильяс, как изменилось твое сердце за сегодня, что ты сделал сегодня ради укрепления братства, чем ты сегодня подтвердил свое братство, не вошла ли в твое сердце эта любовь к этому дуне. Ведь на страже своих сердец сахабы стояли настолько строго, хотя бы вспомним, сподвижника Саида Ибн Амира, когда ему халиф Умар бин Аль-Хаттаб прислал жалование, какое-то количество дирхемов, он вскрикнул, как будто произошло какое-то горестное событие в жизни мусульман. И у жена спросила, что случилось? Неужели горе постиг? От того, что боялся, что эти деньги испортят его религию. И он приказал жене раздать их беднякам. То есть он избавился от благ, от соблазнов этого дуния, чтобы они, эти блага, не примешались к его намерению, не испортили его намерение и не испортили его поклонение и степень самоотверженности. А сколько мы сегодня оставляем поклонения и бежим навстречу этим благам? И пока мы не начнем отказываться от этих благ в пользу укрепления братства, жертвовать ими ради укрепления братства, ради своего брата, пока мы не начнем жертвовать ради укрепления, не знаю, уровня образования мусульман, ради помощи нуждающимся, ради строительства мечети, без этой жертвенности не будет шага навстречу настоящему братству хазад. Это мое понимание, если вы могли бы подтвердить или опровергнуть эти, иншалла, выводы. — Захаях, Машаллах, Шейх Руслан. Мы должны здесь вот эту тонкость, именно как бы напомнить о тонкости. Во-первых, тут Аллах, Субхан, говорит в Коране «Куль ман харрама зинат Аллахи лати ахраджа ла аибади ва тайбат мин риск». То есть, это говорит, Субхану ва Та'але, «Скажи, Мухаммад, кто может запретить сделать харамом то, что Аллах, Субхану ва Та'але, сделал украшением в этой жиле, харзинат Аллах, то есть украшение, которое человек, Аллах, Субхану ва Та'але, вывел для своих рабов, и все красивое, тайбат, прекрасное, риск. В хадисе сказано «Инна Аллах джамиль, Аллах, Субхану ва Та'але, красивый, люби все прекрасно». Другая сторона, то что человеку, например, это тоже вместо быстрее сказать, например, человек бывает, например, как будто в сердце брату залезает в душу и говорит «Вот, ты должен, например, вот это избавиться, у тебя хорошая, например, одежда, у тебя хорошая, там, квартира или дом, или это». При этом он не знает, может быть, у него скрытые дела есть между Аллахом и Субхану ва Та'але, может быть, он больше дает, чем у него есть. То есть, человеку нельзя диктовать тоже, сказать, ты должен это взять и отдать туда, это сделать. Аллах в Коране говорит «Ума аля мухсилина ми сабиль». Мухсин, то есть, кто жертвует, допустим, Аллах, Субхану, не закатом, а садакат и так далее, ему нельзя указывать, сколько и как. То есть, он должен на свое желание, это одна сторона. Вторая сторона, то что человек, то есть, если двух словах сказать, даже если у него все прекрасно из еды, из обилия этой жизни и так далее, он выплачивает закат, он, молится, он там это и так далее, по своей возможности помогает и так далее, нельзя ему запрещать. у нас в исламе, это другая сторона тоже есть, у нас нету монашества в исламе, аль-хамдаля, также там бизнесом занимается, там человек, аль-хамдаля, может быть, тратить на семью, там ездить, отдыхать и так далее, это все, это халяль, если он выплачивает закат. Но также в двух словах сказать, чтобы мы должны кушать, чтобы жить, но не должны жить, чтобы кушать. То есть, если даже у тебя есть блага какой-то из этой мирской обители, аль-хамдаля, у какой-то богатства и так далее, при этом ты, аль-хамдаля, выплачиваешь закат, но при этом ты должен понимать то, что легко, если на то место будет быть, ты легко должен избавиться от этого и расстаться ради, для того, чтобы, ради укрепления мусульмана, ради ислама и так далее, на пути Всевышнего Аллаха. Другая страна не имеет права указывать ему, там, ты должен столько давать закат или еще что-то там, это не имеет права, не там... Принуждать нельзя. Принуждать нельзя. Да, да, не имеет. И не имеет права так же залезть ему в сердце и сказать, а, вот вы там не даете или еще что-то. Может быть, откуда знаешь, может, у него есть сарай, у него есть такие дела, которым никого не рассказывают, не обязательно должно быть открыто. Поэтому Аллах в Коране говорит яума тубляс сараир. Яума тубляс сараир. В судный день все скрытое станет явным. И человек, когда он делает то, что как дают садака, хатта ла та'аламу шималюху мантунфик ямину. Должен так давать садака, чтобы левая рука не знала то, что дают правая. Поэтому из-за милости Аллаха, когда некоторые братья обсуждают других братьев и так далее, там, их какие-то деяния, из-за милости Аллаха он понимает, что-то Аллах не сделал рай в распоряжении кого-то помимо себя. Только Аллах сам вводит в рай. Поэтому, чтобы такого не было, у нас привязанности к этой дуне, имеется в виду, что даже если ты, алхамдулях, у тебя хорошая марка, то есть, опять же, из-за то, что пробуждал наоборот, что у мусульман должно быть широкий, просторный дом, тоже побуждал, что был хороший конь, и заудит... ...сопередвижение, наверное. Да-да-да-да. Заудит Салиха, праведная супруга, но при этом не должно это заходить все это в сердце. Должно в сердце... Да-да-да, скажите, пожалуйста, свою мысль. Как сосуды. Как сосуды. И она должна... А когда мы сможем расстаться ради Аллаха с тем или иным изобилием, когда мы... Есть один путь. Если мы возвеличиваем сердцами Аллаха с сердцами, то тогда все остальное, все это дуня, какая бы, сколько бы у нас богатств не льв, мы сможем ради Аллаха это отдать. Если мы возвеличиваем Аллаха, если более величало Аллах, для у нас в сердцах никого ни с чего не будет. Поэтому вот то вот дуа, которое нам надо наработать каждому над этим. И вот то дуа, которое в последний раз, вот мы после эфира упомянули. Аллах, запомни мое сердце. Любовь по отношению к тебе, стремление к тебе и стеснение к тебе. И как можно это возвеличить? Самое лучшее что? Чтобы возвеличить Аллаха в сердцах. Кират и Кур'ан. Чтение Кур'ана. И именно Кур'ан, ради Аллаха. Машала. Дорогой Хазрат, хотел бы после такого объемного вашего наставления сделать определенные выводы. Многим из братьев легче, когда им ставят такие метки, этапы, пункты, по которым они могут идти. От пункта А до пункта там Д и так далее. Допустим, первое, о чем мы говорили, что согласно хадису посланника Аллаха Миром и Благословения, мы не сможем войти в рай, пока мы не уверуем. Без веры мы не сможем войти в рай. Но мы не обретем веру, пока не полюбим друг друга. Пока мы не полюбим друг друга, как своих братьев. И не полюбим мы, пока не начнем жертвовать тем, что желаем для себя, своему же брату. И примеры того, как этого достигали сподвижники, мы здесь приводили. И очистить свое сердце от любви к этому дуне, от любви к благам этого дуне является одним из первых и важнейших шагов, то, что мы должны тренировать в своем сердце. Как мы тренируем в спортзалах свои мышцы, мы должны тренировать свое сердце и постоянно делать замеры. Как мерить давление, температуру, мы должны постоянно мерить свое сердце, сохранилась ли в нем привязанность, липкая привязанность к благам этого мира. «Неужели я до сих пор люблю эти блага больше, чем своих братьев? Неужели я люблю эти блага больше, чем служение Всевышнему Аллаху, чем помощь нуждающимся?» И отчитывая самого себя, замеряя свою внутри сердечную привязанность к этому миру каждый вечер, каждый мусульманин может тренировать свое сердце, очищать его от этой липкой любви к этому дуне. Но здесь напоследок я хотел бы задать вопрос, Хазрат, «А разве речь в данном случае идет только об маль, об имуществе?» Может быть, речь идет и о других ценностях этого мира, который любит человек. Он может любить какие-то свои убеждения, привычки больше своих братьев. Хальяна он может любить больше богобоязненности, больше стеснения перед своими братьями. Может, он там свой род, свое происхождение любит и гордится этим больше, чем он является искренним мусульманином. Может быть, он ради любви и привязанности к своему происхождению или к каким-то ценностям, которые распространяются внутри его фамилии, внутри его народа. Он готов пожертвовать братством, он готов пожертвовать служением на пути Всевышнего Аллаха, чистотой намерениям. Как быть в этом случае? Как сохранять братство в том случае, когда к нашим чистым намерениям примешивается огромное количество примесей, так скажем? Смотрите, хотел бы сказать, что сказать брату, например, сейчас, если мы, чтобы закрыть уже вопрос с имуществом, сказать человеку пожертвовать своим имуществом легче, чем самому себе сказать пожертвовать сам своим имуществом. Поэтому мы что хотим сказать, чтобы наши братья и сестры помнят? То есть вот это все, что мы сейчас говорим, мы, во-первых, мы это с шейхом Русланом, самим себе тоже говорим, чтобы именно мы в себе это воспитали, потому что мы это в первую очередь тоже нуждаемся в этом, это раз. Хороший критерий. Потому что когда мы говорим человеку, вот сделай это, то есть чужим имуществом распоряжать намного легче, чем с вами. А нужно вопрос, нам нужно, и так на сегодняшний день братья, то есть брат, сделай, брат, сделай, а сам себе скажи, а ты сделаешь или нет? Это первое. Второе. Проб Мухаммад, салланды, 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 улыбка в лицо твоего брата, садак. То есть когда идешь, проходишь мимо, братья, когда бывают такие суровые, салланды. А что тебе стоит улыбнуться ради Аллаха, братья, саляму алейкум, брат, поднять ему настроение, чтобы он зарядился на целый день, субхану Аллаху. И сделать это ради Аллаха, субхану Аллаху. И самое лучшее здесь, это брату в сердце вселись радость. Это вот это. Ты бы хотел, чтобы тебе радость, ты тоже так же должен давать свое настроение, свою улыбку и так далее. Третье. Что касательно гордиться своим родом и так далее, и так далее. Вот, например, это как мы должны понять, чтобы не было вот этого гордыни. Насчет гордыни своего рода, вы знаете, ходицы очень жесткие и так далее, мы все это знаем. Но мы должны быть так. Если вот я, например, татарин, к примеру скажу, и пришли два брата и говорят, рассуди нас ради Аллаха, кто прав, не прав. Пускай пришел татарин и другой нация человек. Я не должен в пользу татарина судить, что он прав. Я должен смотреть, где истина, хак, аль-адль. Вот тут это будет братство. Мы должны быть интересными. Мы не должны делиться. Да, понятно, аль-хаммаду, у каждого есть происхождение, есть там свои дедушки, там свой тейп, там свой род и так далее. Мы должны любить, там уважать и так далее. Но не должны это ставить вперед там другого, если в этом есть зульм, притеснение. Пророк Мухаммад, саллаху алейху асаляму, сказал, если Фатима, дочь Мухаммада, что-то украдет, я сам ей отрублю руку. То есть я не буду, если моя дочь даже, моя дочь Фатима, если она будет у меня права по отношению к другому, не то, что к другой, там другому кабиле и так далее. Вообще к любому человеку, если моя дочь не будет права, я сам с ней, как бы, я буду против нее. Поэтому мы должны, если вы взялись судить между людьми, то есть судите по справедливости. Поэтому нельзя, например, то, что, например, мои нации и так далее, если мы видим, что он не прав, если он несправедливо относится, мы не должны, потому что это моя национальная человек, его защищать, а этого граждать нет. Мы должны смотреть в справедливость, то, что любит Аллах, его посланник. И пока мы не будем вот такого вот ставить выше, у нас никакого братства не будет. Поэтому мы должны быть профессиональными. Да, у нас есть предхождение, там, например, в Иллис Гейн, я татарин и так далее, альхаммаду, все хорошо, но однако мы не должны в пользу своей нации, в пользу своей семьи, в пользу своего, там, родственника и так далее. Например, если он неправ и несправедлив, его, как же, ограждать, так далее. Нет, мы должны искать... Одним словом, Хазрат, мы должны все проблемы национализма, клановости, кумовства отодвинуть, как бы, предпочтение своих родственников, отодвинуть на второй план, если в этом есть ущемление самого братства, если от этого страдает братство ради Всевышнего Аллаха, если любой фактор, который мешает, нарушает, подрывает, ослабляет братство ради Всевышнего Аллаха, мы должны отодвигать подальше и исцелять свои сердца, исцелять, очищать свои сердца от всех примесей, которые подрывают основу братства ради Всевышнего. Потому что тем самым мы подрываем фундамент полноценного здорового мусульманского общества. Пророк Мухаммад сказал, в подтверждение ваших слов, нету разницы между арабом и неарабом, не то что даже другим кланом, не арабом даже. Разница в чем, богобоязнится. Аллах, что говорит в Куране? Нет, не арабом, не арабом, не арабом. Я вас отворил из мужчины и женщины, из вас пошли племена, народы. Мы все от Адама. Адам из глины. Глина что такое? Вода, земля вместе смешать, это получается глина. Опять же, Аллах, что говорит в Куране, кистые вещи, братья и сестры. И когда мы берем омовение, берем водой, воды нету, делаем таеммом, землей, то есть Аллах возвращает нас на то, с чего нас отворил. Я вас отворил из мужчины, из женщины. И от вас пошли Адам и Евы, от вас пошли народы, племена. И, субхану ва Та'алий, вы узнакомились. И в конце сказал, самый наилучший из вас это тот, кто более богобоязнен. Поэтому То есть в прошлом салам со всеми одинаково относился. Более того, когда один из таких серьезных, из арабов, такого высокого положения, и был раб темнокожий. И ислам между ними, То есть сделал одинаковое равенство. Тот был бедный раб, темнокожий, освободили его. Из арабов, что это был богатый. И когда он что-то его задел, и он сказал, Я ибни сауда. Это был Биляра, д'Аллаху ани. Он сын черный. Он сын черный, темнокожий. Тот был хабаши, был эфиопцев. А это араб. И тогда он пошел, пророк, было тяжко на его сердце. Сказал, я, Расулу Аллаху. Он мне сказал, о, сын темнокожий. Несмотря на его положение в обществе, богатый, серьезный араб. Он тогда сказал, разозлился Аллаху ани, подошел и сказал, Ты его выделил по его маме. То есть сказал бы ты, о, вор, было бы легче. Сказал бы ты, о, обманщик, это было бы куда еще. О, такое-то, о, секо. Но почему ты задеваешь его рот? Как один из ученых красиво сказал, говорит, Когда темнокожий, темнокожий, там, назвал один, о, черный, и так далее, там, с изевкой. Он сказал ему, красиво ответил, Если бы на твое белое лицо кусочек моей кожи положили, у тебя была бы красивая родинка. А ты что хочешь? А ты хочешь меня, говорит, именно подтолкнуть тем, что укоряюсь тем, что Аллаха меня сотворил? Аллах меня так и сотворил. Ты что, Аллаху, что ли, это вызов бросаешь? И вот здесь посланник, разозлился, говорит. Вот очень, с Аллаху, злился, когда были такие вещи. Ты, говорит, через маму его вызвел, и тогда сказал, А он тогда сказал, кто нам что-то скажет? Мы в ответ его ответим по его отцу, по его маме. Тогда он сказал, инна ка, инма, он фи ка джахилийя. Говорит, поистине, ты тот человек, которым я сказал джахилийя. Он-то джахилий. Джахилий в тебе. Представляете, расплакался сахаба. Пришел к Беляю, рада Аллаху, положил голову, Скал, по-та-Аля-раси, инкан-эфия джахилийя. Поступил. Прыгай на мою голову, прыгай на моей голове, если что-то в моей голове осталось. Такие были сахабы. Поэтому пророк Мухаммад ко всем относился одинаково. Один раз, когда пророк Мухаммад вернулся домой, спросил у супруги, кто-нибудь приходил к нам, чтобы навестить? Даже супруга, смотрите, как с ним ответил. Даже супруга даже, ну, посланник, как супруга была. Никто к нам не подходил, илля Захид. Захид бен Харам. Говорит, кроме Захида. А Захид это был бедуин, который приходил с деревни, и он приходил в дом пророка Мухаммада, делал ему давал салям, и ходил на рынок и продавал. Купите столько, там начало это какое-то, это за столько, это за столько продавал. Не застал там посланник Аллаха. То есть, пророк Саллаху Алейсану сказал, Захид, айна Захид, говорит, Захид, говорит, куда пошел он, говорит, на рынок. То есть, смотрите, это не Абу Бакар, а не прошел какой-то важной миссией. Это не Умар Аль-Хаттаб пришел какой-то там, с каким-то серьезным вопросом. Захид, что у него, что от него написано? Он сразу Захид приходил, побежал на рынок. И он, когда продавал, пророк Саллаху Алейсану за деву так обнял, крепкий и сказал, начал с ним шутить, кто купит раба, купит, кто купит раба. Он понял, что это посланник Аллаха, говорит, я Расул Аллаху, ты мне хочешь продать, но тебе мало за меня дадут денег. Я раб, то есть, кому я нужен? Ты дешево мне подашь. На что сказал, Однако ты перед Аллахом дорог. Ты дорогой. Поэтому вот этот брат, которого, может быть, мы не замечаем, которого там говорим, там принеси, отнеси и так далее, сидит в углу где-то в мечети, подметает в мечети, которые человек, как бы, может быть, с ним не хотят, там, сделать селфи и так далее. Может, он самый богобоязненный. Я говорю сам себе и всем нам. Не дай Аллах обидеть брата. Не дай Аллах притеснить его. Поэтому Аллах может сурово за это спросить. Поэтому, братья, мы должны ради Аллаха любить друг друга. Мы должны по правде, не просто на словах говорить, брат, сестра и так далее. Мы должны, когда мы говорим, понимать, что такое, какое-то дорогое это слово брат. Что значит брат? В конце вот этого просто достаточно того. Последнее, что я хотел сказать. Мы сейчас все требуем рай. На Тахаджуде стоим, дуа делаем. Заходи в Россию в рай. Но при этом мы должны знать то, что, вот как вы сказали, мы затронулись, сказали вопрос гордыни. Не почувствуют запах рая. Запах рая, 500 тысяч лет он чувствуется. Почувствуют даже запах. Не то, что не войду. Аллах. Высокомерные, высокомерные, горделивые, не почувствуют даже запах рая. И будут топтаться, будут топтаться, что этот день под ногами людей. Поэтому, да, Аллах, потому что один только кабир. Аллах. Да убережет нас, Аллах. Да убережет нас, Аллах. Поэтому, когда мы читаем, в шейхе Руслан, аят из Курана, где Аллах, субханалу, милостивые, милосердные, прощающие люди, мы должны стараться быть прощающими. Например, Аллах в Куране говорит, прощайте, миритесь, не хотите, чтобы Аллах вас простил. Например, Аллах, субханалу, говорит, милостивые, милосердные. Также мы должны быть милосердными, милостивыми по отношению к другу, где, субханалу, пророк Мухаммад, сказал, кто не будет милостивым, Аллах к нему не проявит милостив. Но, однако, есть два сайфата, когда Аллах не любит, чтобы кто-то с ним соревновался в этом. Это что? Высокомерие и величие. Это только одному Аллаху. Теперь задается вопрос, как же приближаться к Аллаху через эти два сайфата, через высокомерие и величие, через то, чтобы подчиниться Аллаху. Здесь, субханалу, говорит, делай земной поклон и приближайся. Самое дорогое, что у нас есть, вот этот лоб. Никто из нас его не сделает, не положит на землю ради кого-то, помимо одного, субханалу, если это в основе сделать сяжь, дать земной поклон, это унижение. Но если мы сделаем это только ради Аллаха, то это самое великое положение перед Всевышним Аллахом, субханалу, чёткие показания, такие чёткие критерии, пункты обозначили, как очищать свои сердца, как воспитывать свои сердца в любви к своим братьям, очищая их от дуни, от высокомерия, от гордыни за своё происхождение, ориентируясь только на аяты, принципы Всевышнего Аллаха. Я хотел бы, кстати, завершить перевод того аята, который вы приводили, очень важного аята, в котором Аллах Всевышний говорит, мы создали вас народами и племенами. Аллах Всевышний подтверждает, что многонациональность – это его творение, он создал разные народы. Мы не можем их уничтожить, это как украшение этой земли, он создал. Для чего? Для того, чтобы литя арафу, для того, чтобы мы познавали друг друга, познавали, чтобы мы рассказывали друг другу о нашей красоте культуры, об истории наших народов. И мы через это обогащались, но ни в коем случае ни для гордыни, ни для возвеличивания, потому что самый богобоязненный перед Всевышним, тот, кто боится Всевышнего Аллаха, самый приближенный к Всевышнему Аллу. Мы должны познавать культуру, обменами, какие-то адатами и так далее, кухни и так далее, любить друг друга. Но при этом не должны свой народ ставить выше другого народа. Не должны, чтобы, например, там татарин выше, например, скажем, таджика или таджик выше узбека или другого. Не, не должно быть этого. Аллах в Коране поэтому отдельно говорит пускай один народ не возвышает себя на другие народы. Может быть, тот народ лучше, чем этот. Дорогой Хазарин, уже мы много говорим, я боюсь, что мы утомили наших зрителей. Мы эту тему будем еще, иншаллах, продолжать в следующие разы. Но мы дали четкие критерии, напомнили четкие критерии того, как важно братство, как оно воспитывается и как оно регулярно проверяется в своем сердце после каждого намаза, чтобы каждый мусульманин отдавал себе отчет, в каком положении находится его сердце в данный момент. То есть заполняется оно любовью к дуне, гордыне заполняется, или оно заполняется любовью к своему брату. И давая себе отчет, постоянно очищая свои сердца, мы сможем укреплять наше братство, а значит фундамент мусульманского общества. Дай нам, Аллах, всем сил, терпения, знания, и чтобы мы должным образом вели усердие на пути Всевышнего Аллаха. Барак Аллаху афекум. До следующих встреч. Учезакам Аллахайр. Всем приятного сухура. Пускай Аллаху примет от нас и от вас. Аллах афадз кумчат. Искренне благодарю. Аллах Всевышний да вас даст, да полюбит вас, дорогой хазрат, за все, что вы делаете для укрепления нашей веры. Для нас, иншалу. До скорых встреч.